Родные, привет! Это новый выпуск нашей программы «Лица Родины». И сегодня мы в Броницах на сборах Родины М, которая готовится к рестарту чемпионата. И сегодня мы пообщаемся с новичком нашей команды, нет, не с футболистом, а именно с тренером-психофизиологом Вадимом Александровичем Степаном. Чем занимается тренер-психофизиолог? Он обучает игроков навыкам саморегуляции, то есть управления своим эмоциональным состоянием и мышечным тонусом. Мы знаем, что ранее вы работали спортивным психологом в нашей академии, а кто еще был у вас в подопечных? Ну, это послужной список, так сказать, да? Я работал в женский футбольный клуб «Зенит», футбольный клуб «Урал» с главной командой тоже мы сотрудничали, Родина. Ну и помимо этого, хоккейные молодежные клубы «Динамо», «Крылья Советов», «Чайка», «Нижний Новгород». То есть, где стоит задача развития игроков, индивидуальный подход. То есть, я помогал тренерскому штабу лучше понять своих игроков, выстроить программу подготовки и развития. И дальше уже, да, в индивидуальном порядке мы работаем с многими игроками. Немного про аукционный вопрос. Вы в разных видах спорта работали. С кем работать проще, а с кем сложнее? Тут, когда мы имеем дело, это все командные виды спорта. То есть, поэтому я сам из командных видов спорта, я прошел хоккейную школу, работал тренером по хоккей, и поэтому мне проще на каких-то моментах с хоккеистами, когда ты знаешь глубже специфику спорта. Но футбол – это тоже большая игра. И сейчас это очень интересно, это новый вызов, где много деталей, нюансов. Соответственно, развиваюсь в этом направлении. И я бы не сказал, что где-то сложно, где-то легко. То есть, везде интересно. Владимир Александрович, скажите, такая должность обязательна для молодой команды, для молодых футболистов, которые только начинают свой путь в профессиональном футболе? Да, как правило, для всех молодежных команд, где я был, с кем взаимодействовал, главная задача стоит – это развитие игроков. Развитие их сильных качеств, подготовка их для того, чтобы они могли выступать в профессиональных командах уже высокого уровня, основных, главных. И мы понимаем, что есть у них преимущество – это их возраст и есть еще здоровье. Но умение управлять собой, импульсивность, качественно восстанавливаться, если мы это сейчас научим сразу делать, то конкурентноспособность этого игрока будет выше, когда он попадет во взрослый коллектив, где нет права на ошибку, где высокая конкуренция. И за счет того, что он будет чуть-чуть лучше уметь управлять своим состоянием, то он будет конкурентоспособен там. Мы уже видели несколько тестов. Скажите, кто из ребят проходит их лучше всего? Ну, как правило, не то, что лучше всего. Есть ребята, да, и лидеры в команде, и готовые развиваться. То есть это отношение игроков к делу, к тому, что они выбрали. И есть такое, опять же, наблюдение, что лидеры команды, они задают этот тон, импульс, и они проходят их качественно, более, так сказать, ответственно к этому относятся. Давайте посмотрим на них. Каждое утро мы начинаем с измерений того состояния спортсменов, как они отдыхнули, как они выспались, как они приняли вчерашнюю нагрузку. И измеряем мы с помощью вот специального прибора, где нужна рука и изумянный палец. Делается фотография в ультрафиолетовом измечении. И мы имеем два показателя. Уровень энергии и уровень стресса. С открытыми глазами ты тренируешься, потом все делаем с закрытыми глазами. Мы измеряем способность человека, чувствуя движение. То есть в каждом движении у нас заложено то или иное свойство мозга. Поэтому через моторику мы можем определить, как работает мозг. И зная эту информацию, мы уже перейдем к базе данных, которые накопила наша отечественная наука, касательно внимания, память, мышления. То есть что дано у человека от природы. А дальше мы уже знаем, вот зная эти исходные данные, мы понимаем, как настраивать процесс его подготовки, развитие, восстановительное мероприятие, нагрузка. То есть, ну и много-многое другое. Это у нас стабилоплатформа. Она регистрирует координаты центра давления тела на опору и преобразует их в сигнал. И человек, спортсмен, управляет своим центром тяжести, перемещая его с правую на левую ногу, и сразу видит это. В виде игры мы сможем улучшать эту способность. А дальше уже развивается такое качество, как антиципация. То есть это предвидение. То есть ребята будут лучше реагировать, так скажем, на отскоки, оказываться там, где будет мяч. И то есть улучшается их результативность и качество действия. То есть будет быстрее проходить сигнал от той поверхности, на которой он находится. В понедельник заканчивается наш сбор. Мы возвращаемся на Спартаковец. Скажите, в каком формате вы будете взаимодействовать с нашими ребятами уже на нашем домашнем стадионе? Да, формат будет примерно такой же. Мы будем ежедневно встречаться с ними перед тренировкой, для того, чтобы отследить качество их восстановления. То есть то, что мы делаем здесь по утрам. А также у них будет возможность приходить заниматься индивидуально на тренажерах с биологической обратной связью. И все ребята получат, так сказать, программу ментальной подготовки, которую они могут слушать самостоятельно. То есть перед сном каждый будет слушать и качественно входить в тот процесс восстановления под названием Сон, который является основой основ и самый важный аспект, которому мы будем уделять внимание. Спасибо вам большое. Болеем за Родину. Да, болеем за Родину.